Девушки отдыхают Девушки отдыхают И поэтому быстро идет нарастание высоты снега и количество осадков В феврале по прогнозу тоже будет снежным А значит сугробы с каждым днем нам на радость будут расти Взрослые правда радуются меньше Они ворчат на сосульки и снег на дорогах Это они еще за городом не были на природе Снег, конечно, это благо для природы, для животных, для растений Снег выполняет несколько различных функций В том числе он укрывает многолетние растения, корни растений, ветки Для того, чтобы они не вымерзали Что касается животных, то многие животные, во-первых, зимуют на поверхности почвы Или в почве, где-то под снегом Или отыскивают там для себя корм в зимний период Есть, правда, и те животные, для которых много снега, тоже не очень хорошо Например, кабаны и лоси Из-за глубоких сугробов им тяжело находить себе пропитание Егерям приходится их подкармливать А вот мелким животным и растениям такая погода только на пользу Каждый сантиметр снега это примерно минус один градус То есть, ну, допустим, плюс один градус от температуры воздуха Если на улице у нас минус 20, то при 20-30 сантиметровом слое Там температура приближается к нулю А это самая безопасная температура для всего окружающего Одним словом, животным и растениям снег не приносит никакого вреда До тех пор, пока он не начнет таять Главная опасность всех этих сугробов в том, что весной из-за них может начаться половодие и наводнение Помните историю про деда Мазая и зайцев? Вот у них тоже наверняка зима была очень снежная В нынешних условиях, которые сложились осенью, очень не хватало воды в виде осадков, в виде дождя И почва, она сухая и практически как губка сейчас способна впитывать любую влагу И когда снег начнет таять, скорее всего, этой весной паводков практически не будет А вода уйдет в почву и почва насытится этой влагой, которая так необходима для всего жилого, что обитает в почве На почву надейся, но сам не плашай Хотя вода и сама должна уйти под землю, но подготовить реки к таянию снега тоже нужно И каждый год этим занимается МЧС Как мы готовимся? Готовимся мы заранее, готовимся мы с ноября месяца Соответственно, все главы муниципальных образований смотрят на своих реках все тонкие места Поэтому идет очистка русел рек, очистка берегов от бревен и всех тех вещей, которые могут в период половодия попасть в реку И где-то в каком-то отком месте сделать затор Для тех, кто живет недалеко от разливающихся по весне рек, проводится инструктаж И выделяются места для временного проживания, где можно будет переждать наводнение Пока погода не позволит вернуться домой Делаем выводы, половодия в этом году бояться не стоит А если оно вдруг и будет, то мы встретим его во всеоружии А пока можно наслаждаться зимней сказкой и от души радоваться такому полезному снегу Учеными не рождаются, учеными становятся Но иногда ими становятся чуть ли не с рождения Герои нашего следующего сюжета – одни из самых юных ученых нашего города Вместе с ними День российской науки отметил Глеб Шишов Вера Панченко учится в первом классе Но она уже успела прославиться на всю страну как ученый Год назад ее в свою программу «Лучше всех» приглашал Максим Галкин Вера напоила его химической газировкой и разбила об его голову розу Но совсем не это ее главное достижение Вера занимается наукой уже несколько лет Вместе с ней увлекается физикой и ее младший брат Савелий Сегодня мы пригласили ребят в гости и попросили показать нам пару их экспериментов А заодно и рассказать, почему они решили заняться наукой Меня зовут Вера Я воспитанница физико-материорического лицея 38 Но я была воспитанницей детского сада Волгарик Там я ходила на физику и проявила интерес к науке Все вещества состоят из молекул У каждого вещества своя плотность В твердом веществе молекулы держатся очень близко друг к другу Значит, это вещество будет самым тяжелым В жидком человечке, в жидком молекулы немного отходят друг от друга Это будет вещество полегче А в газах молекулы совсем не дружат Значит, это вещество будет самым легким Я опускаю мед вниз В меду человечки держатся очень близко друг к другу Значит, он будет самым тяжелым Ну, а что за человечки? Я так представляю молекулу Потому что молекулу мне так легче называть Теперь я беру воду, наливаю ее повыше Наливаю ее в стакан Вода повыше, значит она полегче Сейчас человечки немного раздвигаются Теперь берем масло, наливаем его в стакан Масло на самом верху Значит, молекулы там совсем не дружат Я беру ложечку и размешиваю мед Видишь? Мед на самом низу, значит он самый тяжелый Вода повыше, значит она полегче А масло на самом верху, значит оно самое легкое Ты была на большом шоу как ученый Почему ты стала заниматься наукой? Ну, потому что я заинтересовалась химией Наука это прежде всего интерес Если у тебя проявляется интерес к какому-нибудь предмету То в этом предмете можно найти науку Нельзя же все время сидеть на одном месте Наук же много У меня одна наука в мире Наук очень много Так что я занимаюсь и не сижу на одном месте Если кто-то возле этого тоже захочет стать ученым С чего ты советуешь начать? Я думаю, что сначала нужно прочитать науку Я думаю, что надо начать с чтения Это простой наук Как мы начинаем все с простого Вот я советую начать с чтения Чем ты занимаешься? Я занимаюсь наукой В сайте 186 Волгарик Есть кабинетка под чумучкой В нем очень интересно Я люблю в его ходить Там всякие опыты Я люблю тоже их делать Берем И раскладываем Пластик, дерево и металл В пластики малогнетизма нет Железный магнетизм есть Я сейчас кое-что другое покажу А что сейчас происходит? Магнетизм Магниты отдал он гвинтик У него много Примагничивали Он стал перемагничивать Если не тереть его совсем много То он будет примагничивать Прямо поднимать ее Вот у меня вопрос Вот ты сейчас вот намагничивал голд Но вот при намагничивании Магнит теряет как-то свойства? Нет, он оставляет остатки Остатки Машинка сделана из пластмасса Но на ней прикреплен двойной магнит Я ее примагничивал разными пылесами Это макет Земли и Луны В жизни у нас точно так же Она не улетает в космос Потому что ее Земля притягивает магнитом Получается, Луна это как железо А Земля это магнит Да Пожелаю молодым ученым Я желаю ученым, чтобы они читали книжки Луны Чтобы они смотрели мультики Луны И чтобы они разговаривали с нормальными людьми Наука, конечно, дело хорошее Но и про хитрость забывать не стоит Специально для вас лайфхаки от наших зарубежных корреспондентов Какие у меня лайфхаки Каждый раз, когда я иду спать Я всегда завожу будильник на одно и то же время на моем гуглу И это помогает мне танцевать рано И быть всегда в хорошем настроении Конечно, самое простое это просто сделать домашку Оно перемене И тогда, когда ты придешь домой Все свободное время Каждый недель у нас проходит словарный диктант В английском и поатрическом Чтобы запомнить их написание Я каждый день пишу эти слова из диктанта по третий раз Если я пью конкурс, то я буду быстро приезжать И выиграть шпорт Я хочу уснуть быстро Моя мама меня делает на сад на ножки и спина И я быстро усну Когда у меня в тайнах видишь физофор Когда я видела швед, значит у меня еще есть время Когда загорается желтый, значит уже надо поторопиться А когда красный, я знаю, что у меня в школе кончится время Мой школьный лайфхак Это если ты не понимаешь ответ в примере То ты можешь подсмотреть ответ в конце Скоро день Валентина День всех влюбленных А что такое любовь? А вы знаете? Любовь Человек, когда любит, чувствует нежность И хочет делать что-нибудь доброе Вот я люблю свою маму, сестренку и папу Я люблю друзей Еще можно котят любить Маму, бабушек Я люблю ходить Я сегодня принесу одну вещь, которую я люблю Это вот этот вот лобот Мне нравится Вера Ну, у нее потому что такие красивые носки Я и маму, и папу, и Юлю Он у меня самый лучший Когда у меня шоколадка Когда у меня есть возможность У меня возможность здесь пустить всегда А он, пустить, вот Делюсь с ним шоколадкой Он мне говорит Ты меня любишь? Ты меня любишь? А я ему говорю, да Помогаю тебе, ухаживают Дарят подарки Один день я их люблю Второй Я на них обижаюсь Это как-то так Я буду тебе взять письмо Ну, типа чертечки из бумаги Там можешь сделать Я бы написала Я тебе подарю подарок Ну, я не знаю Сама придумаю, что там написать Я не знаю пока, что написать То, что я тебя люблю, например Снем, Валентина! Прошло время прощаться Увидимся через две недели Пользуйтесь лайками Занимайтесь с мамой лукой Делайте Валентина любимым Смотрите 200 Всем хороших выходных Привет, с вами Миша Горков Пойдете на улицу Не кутайтесь, как на Северном поле А то еще смокнете Мороз в ближайшее время Не предвидится Хороших вам всем выходных Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok